МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг 10 августа. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. В Караганде планируют открыть геохимическую лабораторию. В региональной службе коммуникации журналистам рассказали о реализации индустриальных проектов. Центр занятости Караганды предлагает горожанам пройти полный курс изучения английского языка на бесплатной основе. На протяжении полугода любой трудоспособный карагандинец может пройти обучение и найти работу. Молодежный центр здоровья, школа здоровья и антитабачный центр. Все это теперь в одном месте. В Майкудуке по адресу Голубые пруды 4 открылся Центр здоровья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Караганде планируют открыть геохимическую лабораторию. В новом комплексе будут на современном высокотехнологичном оборудовании проводиться лабораторно-аналитические исследования на твердые полезные ископаемые и подземные воды. В региональной службе коммуникации журналистам рассказали о реализации индустриальных проектов. На сегодняшний день в Карагандинской области реализовано 80 индустриальных проектов, на которых создано 6 тысяч новых рабочих мест. Такие данные в ходе брифинга в региональной службе коммуникации озвучил руководитель управления промышленности и инновационного развития. В нынешнем году запланирована реализация 9 проектов на сумму более 9 миллиардов тенге. Планируется создать 500 новых рабочих мест. Шла речь на брифинге и о новых месторождении полезных ископаемых. В Ултау-Жесказганском районе обнаружены крупные месторождения меди, марганца, свинца и цинка, средние и мелкие месторождения железа, никеля, кобальта, угля. В рудах черных и цветных металлов встречаются соединения серебра, ления, кадмия, талия, германия и других рассыпных элементов. Геологический потенциал области на выявление новых месторождений полезных ископаемых достаточно высок. Отсюда и складывается мощный локомотив промышленного развития не только области, но и республики в целом. В рамках развития геологической инфраструктуры ведутся работы по открытию в Караганде геохимической лаборатории, где на высокотехнологичном оборудовании будут проводиться исследования на твердые полезные ископаемые и подземные воды. Затронули также проблему карагандинской шоколадной фабрики. Как известно, сегодня компания «Конфеты Караганды» заморозила производство. Я думаю, те специалисты, которые исторически выросли на этом предприятии, они обязательно вернутся. И мы, может, через год будем опять кушать наши вкусные конфеты и хвастаться, что у нас самые лучшие конфеты в Караганде. Спасибо. Сейчас, да, сейчас на этот период. В связи с тем, что это экономически сегодня уже невыгодно, то есть это высокозатратно, имея старое оборудование выпускать продукцию, и они сегодня уже, получается, не совсем конкурентоспособны на нашем рынке. Чтобы стать конкурентоспособным, новый инвестор намерен обновить оборудование, а главное – разработать стратегию развития. Руководитель Управления промышленности и инновационного развития уверен, что уже через год карагандинцы смогут вновь отведать конфеты своей фабрики. Среди крупных инвестиционных проектов на брифинге также был назван проект по строительству завода по производству высококачественной извести в Осокаровском районе. Общий объем инвестиций составляет более 8 миллиардов тенге. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Центр занятости Караганды предлагает горожанам пройти полный курс изучения английского языка на бесплатной основе. Кроме того, пройти переквалификацию и найти работу по душе. На протяжении полугода любой трудоспособный карагандинец может пройти обучение и найти работу. Илунбахе Базаровой 21 год окончила колледж в 2015 году. И вот уже на протяжении двух лет не может найти работу, которая пришлась бы ей по душе. Обучалась девушка на бухгалтера-экономиста, училась на отлично, но трудоустроиться так и не смогла. Узнав о новой программе через Инстаграм, девушка немедля решила собрать соответствующие документы и подать заявку в Центр занятости. Илунбаха считает, что английский язык ей поможет в будущем. Сдала документы, жду заключения договора. Что ты думаешь, что можешь? Думаю, что английский язык сейчас очень, получается, востребованный язык у нас в Казахстане. Получается, он мне в дальнейшем откроет большие двери в мою профессию. Кроме того, Центр занятости города Караганды предоставляет горожанам возможность трудоустройства. К примеру, в этом году на краткосрочное профессиональное обучение планируется направить более 900 человек по востребованным на рынке труда специальностям. Такие, как сварочное дело, токарь-универсал, швея, водитель, программист 1С, а также официант, компьютерная грамотность и многие другие профессии. В рамках программы «Продолжение занятости и массовое предпринимательство» с Центром занятости населения Акимата города Караганды проводится работа по переобучению на краткосрочные курсы безработных граждан, которые не могут найти работу именно по своей специальности. В общем, краткосрочное обучение проходит до 6 месяцев. Это английский язык, это различные колледжи, различные учебные центры, которые... Данный перечень колледжей и учебных центров утвержден региональной комиссией Карагандинской области, при экематике Карагандинской области. Согласно данному перечню, английский язык обучается по-разному. Все, что требуется при себе иметь, это перечень некоторых документов, таких как удостоверение личности, трудовую книжку, документы о любом образовании и справку о состоянии здоровья по форме 086У. После переобучающих курсов специалисты Центра занятости помогают в трудоустройстве. Кроме того, во время обучения каждому будет выплачиваться пособие в размере 16 тысяч тенге. В любом, на любые курсы обучения, если он пойдет, ежемесячная оплата стипендий составляет 16 тысяч. При этом он не только получает знания, но и еще стипендии. Это как бы для безработного, это хорошие условия. Я считаю, что за эти деньги он оплачивает свой проезд, обед. Сейчас ведется активный набор на курсы повышения уровня знания английского языка. Любой трудоспособный горожанин может подать заявку в Центр занятости и стать участником программы. Завершив краткосрочное профессиональное обучение и сдавшие квалифицированный экзамен, организации образования выдаются свидетельства установленного образца, а также сертификаты о присвоении квалификации. Асель Сазамбаева, Жуслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И к другим новостям. Установившееся жаркое и засушливое лето способствует возникновению и быстрому распространению степных и лесных пожаров. С начала летнего периода в Карагандинской области ликвидировано около 300 природных пожаров и возгораний. Такие данные распространил областной департамент по чрезвычайным ситуациям. По сравнению с прошлым годом количество пожаров выросло более чем в 7 раз. За последние дни в период с 5 по 9 августа подразделения ДЧС Карагандинской области вместе с добровольными противопожарными формированиями боролись с возгораниями сухой травы в Балтык-Текольском сельском округе Нуринского района, Байконурском и Улытауском сельских округах Улытауского района, в селе Интымакжа Наркинского района, а также на территории Абайского района. Работу пожарным затрудняла труднодоступная местность, жаркая и засушливая погода, а также переменчивый ветер. На настоящее время все пожары ликвидированы. Мы определяем площадь, участки, где это происходит. Но так как это все находится на большом отдалении, протяженностью где-то 200-300 километров, то затрудняет поиски местов отчега, от загораний. И пока туда прибывают силы средства, уже пожар набирает определенные площадя. Одним из основных виновников степных пожаров является человек, заявляют специалисты. Брошенные окурки, спички, разведение костров, элементарное незнание и невыполнение требований пожарной безопасности – все это приводит к пожару. Кроме того, ситуация усугубляется началом уборки урожая и заготовки грубых кормов. В настоящее время департамент ПУЧС Каргандинской области принимает все профилактические меры, направленные на предупреждение и организацию тушения степных пожаров. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Молодежный центр здоровья, школа здоровья и антитабачный центр – все это теперь в одном месте. В Майкудуке по адресу Голубые пруды, 4, открылся центр здоровья. Он создан на основе государственно-частного партнерства, 4-й поликлиникой и Центром формирования здорового образа жизни компании «Джио Трейд». Большинство заболеваний проще и дешевле предупредить, чем потом лечить и бороться с последствиями и осложнениями. Руководствуясь этой мудростью, Центр формирования здорового образа жизни компании «Джио Трейд» совместно с поликлиникой номер 4 открыли на Голубых прудах Центр здоровья. Внедрив государственное частное партнерство, то есть наш тот капитал, который мы располагали, мы помогли с оборудованием, мы помогли с мебелью, мы помогли с помещением. И вы сегодня стали свидетелем, что достаточно красивое, хорошее помещение, которое располагает всеми возможностями. А с возможностями, прежде всего, тут работают профессионалы, медики, которые могут оказать медицинскую помощь. Здесь любому гражданину дадут консультацию по правильному ведению здорового образа жизни. К примеру, антитабачный центр приглашает получить помощь тех, кто решил бросить курить. Молодежный центр поможет сохранить здоровье и обеспечить благоприятные условия для социализации подростков и молодежи. Работа школы здоровья также направлена на повышение уровня знаний населения. Мы постарались вывести из поликлиники услуги медицинские, которые касаются здоровья здоровых для молодых людей. В то же время для тех, кто желает бросить курить, чтобы повысить мотивацию, а с ним работали психологи. И не работали в рамках, как поликлиника приходит, когда люди болеют. А именно могли подойти в отдельное стоящее здание, в комфортных условиях, получить консультацию, повысить мотивацию и тут же окажут какие-то услуги, предложат какие-то препараты, тем самым помогут желающим бросить курить. На церемонии открытия также особо подчеркнули, что данный объединенный центр открыт впервые в республике. И сделано это в рамках реализации государственной программы Денсаулык. Работа центра будет направлена на снижение факторов риска возникновения инфекционных заболеваний, повышение уровня образованности населения в вопросах формирования здорового образа жизни. Сами знаем, что согласно статистикам Международного центра профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 50% всех смертельных случаев проходят из-за неправильных поведенческих реакций людей. Это и наркомания, и ситоксикомания, это бытовой травматизм, промышленный, профессиональный травматизм, и много ожирения и так далее. На первый план выходят такие заболевания. В центре особо подчеркнули, что все консультации для несовершеннолетних оказываются на бесплатной основе. Что касается взрослого населения, специалисты обещают не задирать цены. А уж во время проведения всевозможных акций и месячников, консультации для всех будут абсолютно бесплатны. В планах компании GeoTrade открыть в Караганде еще несколько подобных центров здоровья. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В сенах Казабикбийского районного суда номер два прошел день открытых дверей, где проводилась бесплатная консультация для посетителей на тему медиации. Присутствующие узнали о целях и задачах данного процесса, а также о проблемах развития медиации в Караганде. Медиация – это процедура примирения конфликтующих сторон путем их выступления в добровольные переговоры с привлечением нейтрального лица медиатора с целью достижения взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную ситуацию. Подобные дни открытых дверей в Казабикбийском районном суде номер два проводятся не в первый раз. В рамках проводимого сегодняшнего дня открытых дверей наблюдается большой и активный интерес населения. Присутствуют на сегодняшнем нашем мероприятии судьи-медиаторы, также судьи в отставке, председатели коллеги адвокатов, председатели нотариальной палаты, профессиональные и непрофессиональные медиаторы, которые провели большую работу по разъяснению самого института медиации и пояснили гражданам о преимуществах проведения судебной медиации. За круглым столом собрались судьи-медиаторы, судьи в отставке, а также все желающие, кто хотел получить бесплатную консультацию профессионалов. Среди гостей были горожане, которых беспокоили коммунальные проблемы. На что медиаторы активно среагировали и предложили решить все мирным путем без суда, пояснив женщине преимущество медиации. Получается, с нами заключили договор, типа КСК, но это не КСК, а индивидуальный предприниматель ИП. Получается, с 2010 года это ИП ежемесячно нам выставляли квитанции, мы оплачивали. Вот теперь в мае месяце мы выяснили, что, оказывается, это ИП обслуживает инженерные сети. То есть не сам дом, не объект, а до минимума, обслуживает инженерные сети. И с нами персонально они договор не заключили. Вот теперь получается такой вопрос. Можем ли мы подать на них ИС в суд, а взыскание, получается, незадолженности будет. Возврата денег. Да, возврата денег. Неосновательного обогащения, наверное. Потому что я вот переговорила со всеми нашими соседями, никто с ним договор не заключал. Да, у нас медиаторы есть. Если вы не можете медиативно, мы хотим партиспатировать, это иметь в виду. Это все мир, слово будем говорить мир, да? Из мира не может разойтись. Конечно, в судебном порядке мы разбираемся. Решение выносится по тем доказательствам, которые будут им представлять обоих обсуждений. Это все равно внести. Понятно, да? Но закон о женщинх отношениях показывает то, что все-таки обид к админию, у обязанности лежать собственно. Медиатор помогает примириться двум противоборствующим сторонам. Многие споры в мире разрешаются путем досудебного регулирования. То есть, с помощью медиации. В Казахстане закон о медиации в действие вступил 6 августа. С тех пор этот процесс набирает популярность в стране. Асель Сазымбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В настоящее время проблемы с позвоночником являются актуальными для многих карагандинцев. Гипертония, остеохондроз, артрит, инсульты и невыносимые головные боли. По мнению специалистов, эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием Атлант. Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника Атлант помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. Четверть века назад европейские ученые доказали, что у 98% людей первый шейный позвонок, который называется Атлант, смещен относительно затылочной кости черепа. Такое смещение Атланта становится причиной заболевания позвоночника. Дефект сопровождается многолетней болью и дискомфортом, а также нарушением работы внутренних органов. Главный симптом – это сильные головные боли, поскольку из-за смещения пережимаются сосуды, снабжающие кровью головной мозг. Признаки смещения первошейного позвонка – это в первую очередь сигнал дается головные боли, головокружение, метеозависимость, онемение рук, ног. Также, что касается сердца, это скачки в давлении. Люди, которые были в прединфарктном состоянии и прединсультном состоянии – это тоже наши пациенты. Мы можем им помочь. Наиболее частые причины смещения Атланта – это акушерская травма при родах и кесарево сечении. Вот лишь небольшой список болезней, которые появляются у людей. Это остеохондроз, ухудшение зрения, артрит, разная длина ног, а не менее конечностей, головные боли и мигрени, протрузии и грыжа позвоночника, сколиоз, инсульты и гипертония. Причина гипертонии во время заболевания позвоночника может стать спазм позвоночной артерии. А спазм позвоночной артерии возникает при очень многих заболеваниях позвоночника. Остеохондроз, протрузии дисков, разных сколиозов и, безусловно, при смещении первошейного позвонка Атланта. Спазм позвоночной артерии, позвоночных сосудов вызывает нарушение кровообращения головного мозга. В медицинском центре Атлант существует специальная профилактическая программа. Она позволяет определить и устранить или же уменьшить смещение позвонка Атланта при помощи безопасной эффективной методики. Если у вас есть нарушение осанки, головная боль, боли в шее, боли в пояснице, а не менее в руках, беспокоить шаткость при ходьбе, любые неврологические симптомы, то добро пожаловать к нам. Мы проведем вам диагностику. Соответственно, если есть причина, устраним ее. После процедуры необходим контрольный прием, который проводится не ранее, чем через месяц. Обычно пациенты отмечают улучшение качества жизни. Все желающие могут обратиться по адресу улица Ерубаева, 58, кабинет 4. Или же записаться по телефону 8 708 43 65 30 365 30. Медицинский центр Атлант работает и в выходные дни. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском. И вы будете в курсе всех событий. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин